друзья всем привет в этом видео я хочу поделиться некоторыми нюансами которые я использую для наращивания корневой системы для влажный такой знаете стимуляции роста корней у тех орхидей у которых их очень очень мало было в закрытой системе посадки которую мы вместе с вами начали видео снимать еще в прошлом году и в качестве основных друзья горшков в этих посадках использовали стекло друзья да стекло и стекло не только потому что это очень красиво эстетичный мод обалденно смотрится у нас есть орхидейки которые мы сажали вот в такие пивные полулитровые кружки и вот такие вот вазы которые называются которая называется ваза ваза каркаде друзья каркаде а мы еще сажали в подсвечники но они хрупкие поэтому я ну закупив ранее их много я их наконец-таки все уже израсходовал за редким там исключением может быть три или четыре подсвечника у меня еще остались в которые я безусловно а посажу мини орхидеи но вот в основном остались вот такие вот сейчас стеклянные горшочки в которые я сегодня намереваюсь пересадить ну наверно как минимум с десяток но это будет после этого видео почему потому что почему именно в стеклянные еще потому что от вчера поехал магазин и к сожалению не нашел в продаже вот таких вот пластиковых прозрачных кашпо которые прекрасно в которой прекрасно сажаются орхидеи в закрытой системе у размера стандартного размера я посмотрел друзья все пусто во всех магазинах вот после нашего видео не только вчерашнего но еще и несколько дней и недель назад мы активно стали использовать такие прозрачные кашпо в качестве основного горшка и кто-то пошутил в комментариях ну все теперь в магазинах пропадет как обычно это бывает да да действительно в магазинах главное другого цвета кашпо стоит всевозможных цветов а вот прозрачного нету то есть все разобрано причем и вот такого вот стандартного размера и на размер больше вот собственно это тоже одна из причин почему как бы я перешел на стекло а ну вот эти вот кружки очень хорошо в них садятся мини орхидеи просто на ура друзья а ну давайте для начала сделаем обзорчик орхидеи которые мы сажали а некоторое время назад в прошлом году а вот в эти вот кружки орхидеи которые у нас были без корней и который мы делали посадочку в такую стимулирующую посадку в органические в полу органические грунты для того чтобы орхидеи наращивали корешочки но конечно же самое вкусное интересное я оставил на конец этого видео вы наверное обратили вот этого вот красавчика который вот здесь вот стоит и так вы знаете с бархатно-свекольно каким-то лиловым таким окрасом с основной стороны и посмотрите с обратной стороны лепесточки прям как будто бы на белой такой бумаге все это ну обалденный цветок такой ну все это я вам покажу в том числе и недавно пересаженные цветущие орхидеи которые мы купили по почте прям буквально в канун нового года и так друзья значит буду показывать сейчас орхидеи которые мы вместе с вами вот еще и на заднем плане у меня вот здесь стоят орхидеи которые мы сажали в пивные кружки друзья вот такие вот красотки здесь у нас есть где мы сажали в перемешку и с пеностеклом вот она стоит и сажали орхидеи прям вот в чистая в чистый да в чистый в чистый в чистые кору в чистую и смешанную с керамзитом вот посмотрите как себя орхидеечки прекрасно чувствую что вот хотел бы я как раз таки и рассказать о некоторых нюансах некоторых нюансах не только от посадки а вот именно друзья полива вот этих вот орхидей которые посажены вот в эти вот стеклянные сосуды помните когда я пересаживал я рассказывал о том что когда задавали вопрос что как я буду поливать эти орхидеи я рассказывал что закрытой системе когда мы засыпаем кору вот такую обычную кору для орхидеи для посадки орхидеи то несколько раз поливаем ну в очередные в очередное время полива а несколько раз мы поливаем методом замачивания таким и потом сливаем воду замачиваем сливаем потом следующий полив тоже замачиваем сливаем И так делаем несколько раз для того, чтобы кора начала работать, то есть начала впитывать влагу, вот это вот с обычной корой. Если мы используем архиату, то она уже готова к использованию в закрытой системе и ее можно не замачивать и сливать воду, а просто водичку подливать и она уже будет хорошо работать, впитывать воду моментально. Ну, не моментально, но, скажем так, постепенно. Не как новая обычная кора. Но что делать, когда у орхидеи, ну, скажем, знаете, малое количество корней, вот как вот у этих мини-орхидей, мы без всякой какой-либо химии несколько штук наращивали в амхе. И без всего у нас эти орхидеечки очень, так знаете, скудно за лето, может быть из-за жары, может быть еще чего, очень скудно нарастили корневую систему. И вот с одной стороны вроде бы и рано их было пересаживать, и с другой стороны хотелось бы сразу их поместить вот в такие вот домики на долгое время, уже больше не заморачиваться. Не следить за мхом, который, ну, имеет свойство пересыхать, а пересохнув, он начинает в том числе тоже вытягивать влагу из корней не хуже циафлоры и может, ну, просто погубить корни. Поэтому это тоже такой, знаете, опасный момент. И вот здесь вот приходит, мне пришло такой метод полива, когда пересадил вот в эти вот емкости, на дно я использовал крупный керамзит, видите, крупный керамзит. И чтобы периодически не замачивать постоянно вот этот вот грунт в горшке, вот в этом вот, да, чтобы не заливать воду, не сливать, не заливать, не сливать. Я просто набрал воды на дно, вот видите, сейчас здесь вода на дне, вода по керамзиту, по поверхности керамзита подымается вверх и смачивает, увлажняет вот эти вот кусочки коры, которые лежат и соприкасаются с керамзитом. Но в то же время эта кора, она не прям в самой воде, да, а то есть она увлажненная. И получается низ у горшка постоянно увлажненный. То есть такой, знаете, своеобразные мокрые пяточки в закрытой системе. Кто-то скажет, что, ну, от таких мокрых пяточек в закрытой системе корни могут начать гнить. И совершенно будет прав при условии, если мы вот такой способ делаем, когда у нас уже корни доросли до дна. Но вот именно такой способ, вот нюанс вот этот вот, я использую именно на тех орхидеях, которые мы пересаживали с очень маленькими корнями, с короткими. Либо с короткими, либо их очень мало. Для того, чтобы вот эта вот влага внизу, она своего рода стимулировала. Постоянная влага, испаряясь, вода проходит вот сквозь вот эти вот, скажите мне, между вот этими кусочками коры, ну и грунта, да. И корни чувствуют это, и они тянутся. То есть вот это вот наличие воды внизу, она, как знаете, такая влажная стимуляция роста корней орхидеи. Им очень это нравится. И они все, практически, друзья, все, вот, все тянут корни вниз. Тянут корни вниз, видите. И как только корни дорастут до середины, вот, до именно мокроты, видите, мокрота везде по-разному подымается. Вот в случае с грунтом, где у нас грунт перемешан с кора с керамзитом колотым, у нас, видите, мокрота докуда, только до половины поднимается. А вот грунт, где у нас чистая кора, вот здесь, он подымается чуть выше, прям на две трети, видите, докуда аж. То есть мокрота подымается чуть выше. Корни это чувствуют и тянутся активно вот к этой влаге заветной. Посмотрите, вот вроде бы, а перед этим вот я поливал эти орхидеи замачиванием. Именно замачиванием как раз-таки хотел разогнать эту кору, чтобы кора, как бы, так, чтобы эта кора начала работать. Так, а здесь у нас везде, по-моему. Да, здесь у нас, друзья, везде, я везде у нас, здесь мелкая у нас кора, а здесь средние фракции, да. И вот в мелкой коре, видите, распространяется вода выше. И вот перед тем, как я начал поливать, вот именно таким способом оставлять воду на дне, такие мокрые пяточки в закрытой системе, корни хотели лезть вверх, видите, хотели лезть вверх. Им того полива, замачивания не хватало того, потому что, ну, маленькие корешочки. Замочил, смочился грунт, и то мы заливаем, да, вот на такое количество, такую высоту, да, грунт смочился, и все. И потом быстро он просыхает. Поэтому корни хотели уже в какой-то момент, видите, лезть, лезть, искать в другом месте влагу. И вот когда я начал наливать сюда водичку, видите, на дне оставлять, именно на уровне керамзита, и появилась вот эта вот влажная прослойка, корни потянулись вниз. Именно корни потянулись вниз. И такая картина, друзья, на всех орхидеях. Сейчас я еще покажу. Вот эти вот. Вот, видите, на всех орхидеях. Плюс в этом тот, что не нужно скакать с бубнами, то есть, я имею в виду, с ведром воды, наливать воду, потом сливать бесконечно. И этот процесс тоже, как бы, знаете, он, ну, своего рода, знаете, как бы стресс дает корням, потому что корни начинают расти. Резоидами прикрепляются к кусочкам грунта, а потом, когда мы наливаем воду, начинаем пересливать ее, эту воду, то, естественно, грунт немножко начинает шевелиться. И срывает эти резоиды, и корни могут впадать, знаете, в такой этот, ну, скажем, ну, переставать работать, потому что испытывают какой-то такой определенный стресс. Вот здесь у нас вместо дренажного слоя керамзита у нас здесь пена стекло, и вот здесь тоже водичка, тоже водичка сохраняется. И вот когда корни уже, вот видите, уже начинают дорастать до середины, когда они приблизятся вот к этому дренажному слою, я перестану, перестану наливать сюда воду. То есть, перейду на другой полив, чтобы у меня, у орхидеи в закрытой системе корни не превратились в корни-кувшинки, то есть, не выросли именно адаптированной к воде, я переведу эту орхидею на обычный полив. А на какой обычный полив? Я вам сейчас это все дело покажу, друзья. Значит, есть у меня здесь стоят, для примера, специально две орхидеи. Вот они, все самое вкусное у нас начинается, друзья. Вот две орхидеи. Одну мы посадили чуть раньше, это, друзья, орхидея у нас игристый сидр, спаркинг сайдер. Вот так вот она называется, эта орхидея. Мы еще называем, я назвал ее для себя орхидея, орхидея мини-дикий кот, потому что своим окрасом она очень похожа на орхидею дикого кота. Так, окрас дикого кота. Так, обратно вставлю, обратно вставлю. Кстати, к слову сказать, хочу вам размер этих... Так, подождите, друзья, подождите, не уходите. Я размер вам покажу, линеечку. Так у меня спонтанно появилось вам желание показать размер этих цветочков, диаметр. Ну, чтобы вы видели, понимали, какая она обалдюшная. Так, сейчас, сейчас, друзья, подождите. Так, чтобы стакан это не уронить, ничего не уронить. Посмотрите, какая обалденная. Она просто роскошь. Прелестная, прелестное создание. Смотрите, вот такой диаметр цветочков, посмотрите. Ну, где-то, наверное, где-то около 4 сантиметров, не более, да, 4 сантиметра. Но она очень красивая. Помните, я обещал вам показать, когда все распустят. У нее была гниль основания этой орхидеи. Мы вырезали кариес, прям дупло такое у этой орхидеи. Замазывали все Максимом. И вот результат, после всех этих процедур, она адаптировалась. Выпустила цветонос на 5 цветочков. Очень красивое такое цветение. Она просто космическая, друзья. Она космическая. Окрас обалденнейший. Еще с обратной стороны, вот это вот мне нравится. Смотрите, такой молочного цвета, как бы калька такая, бумага. Это цветы необычные, просто необычные. Это мы ее купили с вами ровно год назад. Я вчера показывал мини-орхидеи, среди которых была желтенькая, такая на панду похожая. Да, я рассказывал, что купил в феврале прошлого года в Ашане. И вот среди них 5 орхидей было. И вот среди них вот этот вот игристый сидр тоже был. И вот смотрите, к чему я показываю эту орхидею, к тому, что, когда я ее сюда пересадил, эту орхидею, я тоже сюда наливал воду. Вот как показывал только что в этих вот кружках пивных, да. И после того, как корни у этой орхидеи начали тянуться, доросли до середины, это все вот это вот наросло у этой орхидеи, да. Я стал поливать совсем по-другому, то есть поливать стал поверху, именно до того, пока вот там первая капелька не упадет сюда на дно. То есть увлажнять именно поверхность стал, увлажнять поверхность. Прекрасно чипсы, кокосовые чипсы, которые находятся здесь в грунте, в качестве одного из компонентов, перемешанных с керамзитом, с колотым, они на лету схватывают воду и в себя впитывают. Таким образом у меня корешочки вот здесь вот намокают. То же самое примерно я сейчас делаю со второй орхидеи, которую мы недавно с вами пересадили. Эта орхидея называется королевский кот или кот-король, королевский кот. Вот название этой орхидеи. Мы ее тоже покупали в прошлом году, цветущая. Если найду фотографию его, именно цветение этой орхидеи я вставлю вот сюда вот, можете посмотреть. Обалденная. И помните, мы эту орхидею, мы ее пересаживали сюда. И видите, она наконец-таки пошла в рост, раскуклила корни старые, которые мы сажали и они у нас коснулись дренажного слоя. Вот сейчас вы видите как раз таки, я буквально позавчера, когда вот у меня вот на календаре стоит синеньким отмечено день полива. Сегодня у нас 27-е, а я поливал 24-го. Вот как раз 24-го числа я сверху капал воду. Здесь я не капал, потому что вот прелесть закрытой системы полива в том, что именно один раз накапав воды, этой воды хватает, наверное, надолго. То есть я уже успел два раза полить все остальные орхидеи, которые находятся на замачивании, а в закрытой системе еще не подливал воду. То есть вот она стоит и прекрасно себя чувствует. Хотя нет, прокапал я позавчера, до этого, до позавчерашнего прокапывания она стояла, наверное, месяц точно без подливания воды. Вот как здесь подлил и вот этого вот на донышке воды хватит, я не знаю, как минимум еще на два полива, когда я полью все оставшиеся орхидеи. Сюда я даже еще капать не буду. То есть в этом плане экономят время закрытой системы посадки. И наличие воды внизу, оно стимулирует рост корней, быстрейший рост корней. И вот происходит такая вот картина. Теперь, видите, корни растут, раскуклились. Орхидея у нас, это, кстати, была поражена трипсом. То ли она пришла у нас зараженная, то ли ее заразила, заразила та орхидея, Пико Чип, которую в том же магазине мы купили, откуда и вот это вот магазин, интернет-магазин. Интернет-магазин. Опа! Московский интернет-магазин. Вот такие вот, друзья, орхидеи. И буквально вот пару недель назад мы вместе с вами пересаживали цветущие. Магазине купили, ну как в магазине, в интернет-магазине купили у продавца. Это в инстаграме орхидеечки тайсуко-кобальт. Вот они. И сделали пересадку уже вот в такой вот грунт. Сейчас здесь тоже на дне присутствует вода чуть-чуть. Но она, как бы, знаете, не касается орхиаты. Она только вот внизу находится. И эти орхидеи я сейчас поливаю замачиванием. Потому что, ну, хорошие корни были у этих орхидей. Вот они, видите, хорошие корни. Но оставляю воду здесь на дне. И это для того, чтобы у этих орхидей сейчас начали расти корни именно свои. И адаптироваться вот к этой посадке и вот к этому грунту, который мы посадили. На дне у нас высокий слой дренажный из пеностекла. А все остальное у нас растет. Ой, растет, господи. Наложен грунт. Корни находятся в архиате. Фракции 12 миллиметров, 18 миллиметров. Ну, 12-18. И вот в таком сейчас они состоянии, да. То есть, ну, кстати, тайсуко-кобальт у нас был прям не вау-вау-вау. Но все равно вот в таком сейчас он состоянии. Дораскрыли свои бутончики. После пересылки они были квелые. Вот здесь вот даже еще один бутончик раскрывается. Но орхидеи просто обалденные менюшечки. Вот такие вот красивые, роскошные мини-орхидеи. Все, друзья. Вот о таких нюансах я хотел обратить внимание. И подвести главный итог в том, что тогда, когда у орхидеи корни начнут дорастать ниже середины. Вот именно до той мокроты, видите, здесь вот мокрота, она до середины. То наливать и оставлять воду вот здесь вот на дне не стоит. Это для того, чтобы корни не задыхались и не превращались в корни, которые привыкли расти именно в водной среде. У нас есть такая орхидея, уже два с лишним года растет она. У нас корни корневую растет. Ну, у нее двойная корневая система. И в воде половина корней постоянно два года. Ничего с ними не происходит, да, не гниют они. И в верхней части горшка, то есть с двойной корневой системой. Ну, вот не хотелось бы, чтобы корни в закрытой системе превращались в корни кувшинки. И это чревато тем, что постоянная вода может привести к нежелательным процессам в грунтик. И либо гнить, либо что-то там еще, либо бактерии какие-нибудь нехорошие заведутся. Поэтому, конечно же, закрытая система должна быть не с мокротой, а с такой вот, знаете, золотой серединой. И не пересушенный внутри грунт должен быть. И не слишком мокрый. То есть такой легкой влажности. Вот на примере, как вот у этой орхидеи. Но, опять же, она буквально вот пару дней назад я по верху прокапал водичкой. Ну, вот, если интересно, я в одном из следующих видео покажу, как я буду поливать вот эти вот орхидеи. Когда подойдет время, если интересно, напишите. Я это все дело покажу, как именно все вот эти вот орхидеи я поливаю. Кстати, вот это уже можно переводить. То есть, видите, я уже воду здесь не подливаю. Вот, для примера показываю. Воду здесь не подливаю, потому что корень уже дорос до середины. И поливать эту орхидею буду только именно поверху прокапывать, чтобы водичка вот лишь только дошла до дна. Ну, может, там капелюшечка вот так вот скопится и все. То есть, не больше не буду постоянно держать воду на дне. Вот как, например, вот у этой орхидеи, видите, на дне находится вода. То есть, все буду лишнее сливать. Все, друзья, вот об этих нюансах, стимулирующих, таких вот влажной стимуляции роста корней, я хотел рассказать в этом видео. Ну, и заодно показать вот этого красавчика, друзья. Да, обалденную менюшку. Вот такая вот красотка. Всем, друзья, хорошего настроения. Всем добра, здоровья. До встречи в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok